Новогодняя сказка о волшебной силе добра. Однажды ночью на землю тихо пришла зима. В одночасье земля была обутана белым снежным покрывом. Казалось, что и красок от других наземлений все было белым бюро. В царстве государства волшебницы зимы совершались торжественные приготовления главным зимним праздником – Новому году и Рождеству. Придворные дамы, снежинки, сосульки, вьюги, мтели и придворные кавалеры снег, буран, ветер, пени, а также божи королевы зимы, снеговики докладывали о проделанной на земле работе. Все усердно готовились к новогоднему зиму, балу и главным праздникам зимы. Королева зима выслушивала отчеты своих подданных и давала новые распоряжения. И подданные, выполняя волю своей королевы, возвращались снова и снова на землю, чтобы выполнить все ее поручения. Однажды зима позвала к себе своих пажей – снеговиков, бима и буй. И велела спуститься на землю, чтобы охранять большую новогоднюю елку, которая стояла в центре одного маленького городка. Ну что ж, сказано, сделано. Распоряжение зимы нужно пополнять. На земле вдруг поднялся ветер, пошел густой снег, и возле новогодней елки вдруг выросли фигурки снеговиков, бима и буйа. Зима ведь – это сказочное время, и их внезапного появления, казалось, даже никто и не заметил. Снеговики вместе с детворой и взрослыми радовались предстоящим зимним праздником. А когда нас попала очередь, и все расходились по домам, они охраняли елку, как настоящие стражники. Мало ли кому придет в голову стащить новогодние игрушки, или даже саму елку. Лес-то был совсем рядом. И днем к елке снова приходили люди, взрослые дети. Любовались ее праздничным нарядом, шумели, громко смеялись. В воздухе царила великолепная праздничная атмосфера. Среди тех, кто часто приходил к елке, была одна старая женщина. Ее звали Софья. Она была очень доброй. Лицо ее просто светилось добротой и любовью. Она приходила к елке с кульком конфеты и выпечки, и щедро угощала ребятишек, игравших у елки, и весело смеялась над их шалостью. Накануне новогоднего торжества Софья почему-то не пришла на городскую площадь. Снеговики прождали ее весь день. Но Софья так и не появилась. Ребятишки забавлялись, взрослые радовались наступлению праздника. Все было как всегда, но вот Софьи не было. Снеговики забеспокоились. И когда наступила ночь, Бим предложил Бону узнать, что же случилось с Софьей. Бону решила, что Бим оставится у елки на посту, а Бон отправится к дому Софьи и заглянет в нее околи. Так они и сделали. Дом Софьи находился недалеко от центра городка. Заглянув в ее окно, Бон увидел, что женщина сидит с Тариком в кресле. И глаза ее полны слез. Софья была одинокая женщина. Она смотрела на фотографии своих давно ушедших хрустиков. И горевала, что в новогоднюю ночь она так одинока. «Так не должно быть! Люди не должны быть одиноки!» Подумал Бон. «Надо срочно что-то сделать!» И он закричал ветру. «Ветер! Ветер! Передай матушке зиме, что нужна ее помощь!» Ветер услышал зов пажи зимы снеговика Бома и передал все королеву зиме. В царстве зимы все было готово к новогоднему бану. Услышав от ветра Софья, волшебница зима решила совершить для этой женщины о доброте, которую рассказывали вьюги и бураны, весенние ветерки, новогодние чудо. Она отправила на землю с ветром волшебный снежок, который Бому следовало передать доброй женщине. Получив волшебный снежок и выслушав все распоряжения зимы, Бом тихонько постучал в окно. Софья удивленно встала с кресла и выглянула в окно. Увидев снеговика Бома, Софья почему-то даже совсем не удивилась, как будто она все время только его и ждала. Бом передал Софье, как драгоценный подарок, волшебный снежок зимы и сказал, что его следует съесть, как самое вкусное мороженое. Софья по-детски улыбнулась и претелась есть волшебный снежок, как пломбир. И вдруг, о чудо, Софья превратилась в необыкновенную сказочную принцессу. В это время часы начали бить в полночь. Бом-бом-бом-бом-бом. Наступал Новый год, посыпал снег и поднялась в юго. К дому Софьи подъехали чудесные волшебные сани, которыми управлял снеговик Бим. И вся копания Софья, Бим и Бом со стремительной скоростью понеслись на санях в замок зимы на чудесный новогодний бал. Ах, как он был прекрасен! Как шикарны были гости! Наряды красавиц сверкали драгоценными камнями, галантные кавалеры, сказочные угощения. Это было необыкновенно. Я чувствую себя снежным ангелом, у которого за спиной выросли крылья, репликовала Софья. Время пролетело так быстро! Когда бал был завершен к воротам замка, были снова поданы волшебные сани, и ваши королевы зимы Бим и Бом проводили счастливую Софью волшебным саням. Это невероятно воскликнула Софья! Это сказка! Волшебница зима, внезапно появившаяся у саней, как полагается волшебникам, обняла Софью и сказала, «Добро всегда возвращается! Добрыми улыбками, добрыми поступками и неожиданным чудом! Ты заслужила этого, дорогая Софья! А сейчас прощай! Но мы с тобой еще обязательно встретимся!» После этих слов волшебные сани, подвой вьюги и хоровод снежинок стремительно полетели на землю. Оказавшись дома, счастливая Софья легла и мгновенно уснула в своей постели. Проснувшись с ощущением счастья, она никак не могла понять, Произошло это с ней на самом деле и не только приснилось. Софья устремилась к окну, куда вчера ночью постучал мой. За ее окном было тихо, шел снег, Но внезапный стук от попавшего в окно снежка рассмешил ее. Она смеялась, как ребенок. Нет, это был не сон! Софья больше не была одинокой. С трепетом в душе она ждала следующего Нового года И в каждом снеговике видела Бима и Бома. Добрый человек не может быть одинок. Твое добро обязательно вернется к тебе. Дари добро, оно к тебе вернется, В сердцах людей с любовью прорастет. Дари добро, и счастье улыбнется, И одиночество тебя не угнетет. Дари добро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова